Свойства делимости Начнем с делимости суммы Подберем два натуральных значения числа А так, чтобы сумма 230 и А делилась на 10 Сумма А из 134 делилась на 2 И сумма 225 плюс А делилась на 25 В первом случае число будет делиться на А, если вместо А мы возьмем числа, которые кратны 10 То есть это 10, 20 Проверим 230 плюс 10 разделим на 10 230 плюс 10 будет 240 При делении на 10 мы получим 24 Аналогично в следующем примере Мы добавили 20 230 плюс 20 разделили на 10 Получили 25 Подберем делители для второго случая Здесь в качестве делителя мы возьмем с вами числа, которые будут кратны 2 Это 2, 4 Например, 2 плюс 134 разделить на 2 будет 68 4 плюс 134 разделить на 2 будет 69 Для следующего случая нам нужно найти с вами значение А такое, чтобы сумма 225 и А делилась на 25 Мы берем числа, которые кратны 25 Это 25, 50 В результате мы получим сумма чисел 25 и 225 деленная на 25 Это будет 10 50 плюс 225 деленная на 25 Это будет 11 Сформулируем вывод Если каждое слагаемое делится на данное число То и сумма делится на это число Это и есть признак делимости суммы на число Рассмотрим пример Определим делимость суммы чисел 612 и 119 на число 17 Итак Число 612 мы можем с вами представить в виде произведения чисел 17 и 36 119 мы можем представить с вами в виде произведения чисел 17 и 7 То есть первое число 612 делится на 17 И второе число 119 делится на 17 Значит мы можем с вами сделать вывод Что сумма чисел 612 и 119 делится на 17 Рассмотрим пример Применяя свойства делимости суммы найдем значение данных выражений В первом выражении первое слагаемое 84 Второе слагаемое 28 Используя признак делимости суммы Мы делим на 14 первое слагаемое И делим на 14 второе слагаемое В результате сумма чисел 6 и 2 равна 8 В следующем примере Аналогично первое и второе слагаемое Мы делим на 19 В результате получаем сумму чисел 7 и 4 Это равно 11 Следующую сумму разделим на 24 192 делим на 24 И 72 делим на 24 Получаем сумму чисел 8 и 3 Равно это тоже 11 И последний пример Мы разделим первое слагаемое на 44 И второе слагаемое на 44 То есть 220 делим на 44 И 88 делим на 44 5 плюс 2 равно 7 Итак, сейчас мы, используя свойства делимости суммы Выполнили данное задание Решим задачу В классе 14 мальчиков и 12 девочек Могут ли они играть в волейбол, разделившись поровну на две команды? Если да, то сколько мальчиков и сколько девочек Будет в каждой команде Решим мы эту задачу Используя свойства делимости суммы Ребята могут играть в волейбол, разделившись поровну на две команды Если сумма чисел 14 и 12 будет делиться на 2 Используя свойства делимости Выясним, делится ли сумма чисел 14 и 12 на 2 14 мы можем представить в виде произведения множителей 2 и 7 Число 12 мы можем представить в виде произведения множителей 2 и 6 То есть и первое слагаемое, и второе слагаемое делится на 2 Значит и вся сумма будет делиться на 2 То есть класс может разделиться поровну на две команды При этом в каждой команде будет 7 мальчиков и 6 девочек Итак, выполним деление, используя свойства делимости суммы Делим первое слагаемое, затем второе слагаемое на 9 18х делим на 9, будет 2х 45у делим на 9, будет 5у Мы разделили сумму на число Во втором примере 35м плюс 42н делим на 7 35м делим на 7, 42н делим на 7 Делим, обращая ваше внимание, мы коэффициенты 35 делим на 7 и 42 делим на 7 В результате получаем 5м плюс 6н В следующем примере мы выполним деление суммы на 5 40м делим на 5 и 55н делим на 5 40 на 5 это 8, приписываем м И 55 на 5 это 11, приписываем букву n В следующем примере мы сумму разделим на 13 195 на 13, 65 делим на 13 В результате получаем 15а плюс 5b Рассмотрим делимость разности Подберем натуральное значение х так, чтобы разность 390 минус х делилась на 2, делилась на 3 и делилась на 10 По результату решения заданий сделаем вывод В каком случае разность делится на данное число Подставим выражение х равное 48 Мы получим выражение 390 минус 48 разделить на 2 Первое число 390 делится на 2, потому что мы можем разложить его на множители 2 и 195 48 мы также можем представить в виде произведения двух чисел Это 24 и 2 В результате мы получим 390 делится на 3 и 54 делится на 3 Значит разность 390 и 54 делится на 3 В следующем примере мы должны подобрать значение х такое, чтобы разность чисел делилась на 10 Мы берем значение, ну например 40 390 мы можем представить в виде произведения двух множителей 10 и 39 40 мы можем представить в виде произведения двух множителей 10 и 4 10 мы можем вынести с вами за скобку В результате мы можем сделать вывод, что данная разность делится на 10 Сформулируем свойства делимости разности Если уменьшаемое и вычитаемое делятся на данное число, то и разность делится на это число Рассмотрим пример Определим делимость разности 117 и 65 на число 13 Итак, число 117 мы можем заменить на произведение множителей 13 и 9 Число 65 мы можем заменить на произведение множителей 13 и 5 В результате мы приходим с вами к выводу, что данная разность делится на 13 Так как и уменьшаемое 117 и вычитаемое 65 делится на 13 То и разность 117 и 65 делится на 13 Рассмотрим задачу Составим числовое выражение по условию задачи и найдем его значение Из 27 путешествующих учеников 15 сели в катер, остальные в лодку Можно ли учеников, путешествующих на лодке, распределить поровну в 3 лодки Если это возможно, то сколько учеников будет в каждой лодке Из условия данной задачи мы получим следующее выражение 27 минус 15 Так как нужно распределить учеников в 3 лодки, то получим 27 минус 15 деленное на 3 Согласно свойству делимости и разности Мы определяем, делится ли разность чисел 27 и 15 на 3 27 разделим на 3, получим 9 15 разделим на 3, получим 5 9 минус 5 равно 4 То есть в каждой лодке будет по 4 ученика Подведем итог урока Сегодня на уроке мы с вами научились применять свойства делимости суммы и разности на число Узнали, как решать задачи с помощью свойств делимости На этом наш урок подошел к концу До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok